Прикоснуться к китайской мудрости через иероглиф. Более сотни участников собрались в Дальневосточном Федеральном университете, чтобы выявить лучшего в искусстве каллиграфии. Преподаватели искусства конфуции ДВФУ в течение месяца провели 32 мастер-класса. Попробовать себя в написании китайских иероглифов мог каждый школьник или студент. В конкурсе приняли участие представители из 26 образовательных учреждений. Из почти 3000 участников отборочного этапа в финал прошли 130 конкурсантов. Перед началом выполнения финальной работы, организаторы напомнили участникам, как они должны правильно держать кисть, а также включили видео, где на примере показывали порядок написания черт заданных иероглифов. На заключительный этап конкурсантам было выделено 40 минут. За это время они могли потренироваться в написании финальной работы и выполнить ее. Задание заключало в себе написание восьми иероглифов, которые образовывали из речения китайского философа. Смысл высказывания «Друзья должны говорить друг другу только правду и держать свое слово». Для нас тоже интересно, насколько наша молодежь заинтересована быть причастна к изучению китайскому языку, познанию китайской культуры. И, конечно, мы видим, что с каждого года не просто растет интерес, но и увеличивается число изучающих китайского языка в Институте Конфуция. Краевой конкурс по каллиграфии ежегодно проводится Институтом Конфуции ДВФУ при поддержке Генерального консульства КНР города Владивостока. Результаты 12-го приморского конкурса по каллиграфии будут известны к концу недели. Я изучаю китайский язык уже 5 лет. У нас взвод специальный изучает китайский язык. И у меня как-то хорошо начало получаться рисовать иероглифы, и я решил поучаствовать в конкурсе. Мы занимаемся каллиграфией, потому что мы живем на Дальнем Востоке, и это очень важно и интересно. Довольно сложно, но со временем уже рука привыкает даже мазки делать. Лучшие работы финалистов по традиции будут выставлены в Институте Конфуция ДВФУ, а само награждение пройдет в феврале, в период празднования Китайского Нового Года. Победители и участники получат грамоты, сертификаты и ценные призы. Дмитрий Беломеснов, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.